Всем привет! С новой пятницы! С вами, как обычно, видеоблог на ITCA и его ведущие Олег Данилов и Сергей Куляш. В этот раз мы расскажем о чем? О новостях, которые прошли на этой неделе, Сергей. Да, мы расскажем об этих новостях. Не забывайте еще об одном. Сегодня 11.11.2011. 11.11 11.11 я ехал в метро, специально на записи видеоблога и взвесек об этом нет. Говорят, будет очень много свадеб. Конечно. Если вы сегодня женитесь, удачного вам дня. Я вот женился 22го, 02 Г2022. То есть я тоже такой же дурак, который верит в нумерологию. Все, на этой веселой ноте давайте продолжать наш видеоблог. Поехали. Первая часть нашего видеоблога посвящена железу. Самому разнообразному. И начнем мы с Nvidia Tegra 3, которая наконец-то официально представила свой процессор. наконец-то по вычислительной мощности достигла уровня писи процессоров правда не говорится писи процессоров какого периода говорится core 2 до тестим тсм 200 они даже модель назвали да 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 листаем и узнаем такой корт воду оставил буквально пару нет 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 вот смотри core 2 до до тсм 200 вот смотри обозначение есть новость вы все наверняка уже прочитали что тут интересно о чем можно вычленить давайте так по ключевым особенностям это процессор нового поколения говорит капитан очевидность 3 2 новость все помнят о том что это четырех ядерное решение плюс 4 учителя дров крылья дра плюс 5 ядро компаньон причем компаньон достаточно компаньонисты в том плане что он может работать если вы используете планшет казуально то есть там смотрите сайтики смотрите там какое-то видео просто не играете вы реально ваш планшет будет работать только на этом компаньоне при этом мощности компаньона хватает для того для проигрывания видео в качестве 1080p причем я так видел что до 12 часов они обещают видео планбека что больше у сами знаете какой компании надо то есть носа вот как раз вот этот эта работа планшета на компаньоне это 12 часов времени ну как только начинаете играться вступает сразу полчаса и все и батарейка закончил нет немножко дольше будет но все равно как бы четыре ядра учителей минут хорошо тролло графическое решение это nvidia geforce 12 ядерный графический процессор с кучей разных интересных штук там работа с буфером изображений всякие симпатичные размытия в чем очень хорошо разбирается правда ли мы уже показывали этот ролик где был реал таймлайтинг эмбасинг по моему да и всякие другие эффекты присущие большим видеокартам на представленных компьютерах и хорошим игрок кстати сегодня очень сразу так самого начала выпуска немножко отвлекусь сегодня было очень смешно с утра когда включил случайно телевизор и по телевизор оказывается идет реклама планшета одного из планшетов даже не скажешь как не примите как рекламу samsung galaxy tab и короче мы с ребенком сидим смотрим этот рекламу там планшет показывать как можно играть и там какая-то игрушка была флота мотоцикла из но это не та ли самая которая здесь в рекламе возможно и мне сын такой папа давай купим планшет игру зачем нам подсчет уже вот есть ты чё папа это ipad а это планшет поняли это ipad и это лучше я должен сказать что эта игрушка которую показывает как большой успех nvidia она есть на айпаде и на двойке она показывает те же самые замечательные как ты размытие и так далее такое то есть самое самое хорошее в этом всем то что уже есть у компании nvidia стенд на котором она может показывать эти все фишки этот стенд называется asus transformer то есть ты хочешь сказать что трансформер серию не пойдет и будет так и останется стендом на котором нвидео показывать эти игрушки вспомни как показывали тегру вторую там по моему до того времени как показали реально действующее устройство прошло очень много если мы вспомнишь выходили планшеты реально тегрой второй если точно та же история посреди с тегрой третий я боюсь что их ждет та же судьба нет то есть я не знаю как с остальными но трансформер он реально готов то есть вот готов готов и он выйдет в этом вот когда он будет в продаже в этом году у нас стране просто понимаешь его уже ковыряют слухи ходят больше года то есть сэмплы реально были второй трансформер первый трансформер хочу сказать что они типа вот время жизни его было буквально пару недель вместо 2 ты верят уже бушку ряд уже больше года как это нелогично компания поступает либо с первым они очень сильно ошиблись либо понимаешь у нас вывели его поздно в мире он вышел намного раньше поэтому цикл жизни был дольше как бы ну я про это говорил еще я не знаю полгода назад ребят что если можете подождать лучше подождите тогда 3 это будет лучший вариант этот прикол мы знаем по компьютерам если можете подождать подождите следующего поколения процессоров еще следующего потом еще более следующий в этом дело наш глупо покупать допустим блин iphone 4s iphone 4 за неделю до анонса iphone а 4 они уже как бы время понятно в другом немножко речь так ладно перейдем от игры бульдозером я хотел еще добавить немножко про тегру там вопрос в играх дал замечательно которое существует на самом деле есть специальное приложение тегра зон да есть где эти игры представлены к сожалению их количество пока что невелико они же есть на айосе андроиде обычном тегре 2 вот но ждем когда разработчики все-таки вас любят чип эту мощность она уже будет может быть гореть об успехе то скорее успех платформы успех разработчики не придут на платформу на которой нет денег давай все-таки мы бульдозер представим немножко дальше да по все-таки поговорим про 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 прайм так 10-дюймовый планшет она видят игра три сама модель самоустройство тоже практически то же что и первое поколение то есть тот же док с планшетом визуально он похож больше на ультрабук разобранной части дизайн новый но принцип тот же то есть в клавиатуре дополнительные порты и аккумулятор на 22 час планшет может работать отдельно то есть вы можете долг не покупать и пользоваться им как планшетом просто что там есть айпиэс плюс экран в котором яркость 600 не обещают то есть как бы повышенная яркость на которой можно будет работать под солнышком задняя крышка если вы помните тут тоже хорошо видно задняя крышка первого поколения была пластика в этом но бы прикольный пластик греблистый здесь будет металл причем то есть также полированный даже полюбок круговая полировка как ультрабук она выглядит странно но живем на самом деле она очень прикольно а мне не нравится вот честно нет это стилистика просто вот абсолютно нет просто знаю где это используется для для полировки дырей гаражей точно такая же манера и делается это так я говорю да не только гараже на самом деле многих лавируны вещи так полировано этих садиков ворота можно в стиле так полировать ради бога кухне такими холодильники я понял ну 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 буки как будет это такое то есть может нравится может нет мне не нравится но еще прикольно не знаю вот смотрите вот еще раз показывает этот планшетик чё еще там есть так черный тоже металлический или черный это пластиковый пластик нет черный пластик обычно паспорт глянешь и пес экран закрыта где модель с пластиком и с металлом ты о чем о планшете задняя крышка металлическая передняя крышка пластик чё вот это черная модель да это просто такой рендер некрасиво все будет как обычно есть вай фай будут позже чуть три же версии самое вкусно в этом все на себе себе самовку станет на самом деле цена он будет стоить начальной конфигурации 499 долларов причем 499 долларов за 32 гигабайт на версии без дока задолка ну то есть грубо говоря ipad начальность то 499 вайпаде 16 гигабайт начальном а здесь 32 уже на победу эта победа однозначно то есть это это интересно вот что еще интересного есть пока стоит в том что есть стоит 32 андроид но обещают четверку обязательно стопроцентно апдейт до четверки вот две камеры для того чтобы можно было увидеть насколько это все клёво вот наши новостники сделали вот такую классную табличку очень нагнили очень интересно на нее посмотреть смотрите что интересно смотрите сравните размеры 1 трансформер был 271 185 второй трансформер 263 на 180 что-то значит он чуть короче и немножко лучше то что меня доставал в первом трансформер он был как знаете растянутый баян то есть длинный реально удержать было неудобно вот так хотелось бы перевернуть и разрешение остается одинаковое матрица одинакова то есть просто обрамление уменьшили немножко теперь смотрите обратите внимание на galaxy tab 10 1 на его размеры он при том же при увеличении крана 10 1 дюйма он получается еще меньше то есть все таки есть куда снижать размера контовки и легче самый легкий самый легкий ну толщина на самом деле 8 3 8 8 8 6 миллиметра на глаз это определить невозможно процессор у всех одинаковые память понятно ну 12 часов ну и тегра 3 то есть на самом деле тут самое веселое тегра 3 так теперь переходим давай к бульдозеру который у про бульдозер собственно хотелось патролить я закрою ноутбу попью чат и рассказывать достигли тегры производительности десктопов хотелось просто показать что md бульдозер можно назвать до 8 герц и тегра продолжает догонять самом деле как вы знаете бульдозер получился не настолько хорошим как мы ожидали зато у него очень неплохой разгонный потенциал это тоже не первый случай когда ребята ставят там замечательный рекорд в право на практике ты имеет мало применимости зато можно погоняться то есть на категория спортивная ну сравнивать как бы да вообще нельзя но просто потенциал о чем это говорит о том что он хорошо гонится о том что архитектура там нормально то есть сделано хорошо ну только ничего не отваливается но только ему это не поможет поехали дальше дальше баронсон но был в прошлом выпуске говорили про этот планшет но таблицы и пиесы сплэм теперь его представили официальный фотографии фотографии более высокого качества фотография появилась ну я вот вот ребят вот не верю вот просто подать и почему все же что ты не веришь в то что вот этот продукт будет популярен вот вообще не верю потому что из-за двери файры на 50 долларов дешевле то есть когда мы скобочка есть красивенькая когда мы выходим в цену 200 долларов каждую десяток долларов на счету 50 долларов в этом сегменте это очень много и таки ну не знаю не вижу достоинств каких-то таких вот знать значимых у этого товара да по функционалу они практически одинаковые дизайн там на самом деле со самый большой косяк с памятью то есть здесь сколько 16 гб встроенной по моему файре меньше фаре по моему 8 стоит и нельзя расширить ничем а здесь есть микро езды то есть ну вот вот хоть какое-то преимущество это размер памяти много пользователям это хатисты наши читатели оценили очень положительно плюс 104 опять-таки официально у нас он продавал не будет комментарии будем брать вот лично бери и так далее fire дешевле здесь памяти больше расширения не ну посмотрим как они будут конкурировать я хочу я реально хочу файру вот хочу хочу сначала конечно придет от остального посмотрю вот интересно положить рядышком потестить а кто из них выиграет посмотрим amazon наконец-то ресурсов больше у почему почему не еще фар нравится больше даже до того что как я его увидел потому что говорят очень сильно похож на вот бери плейбук маленький с этим с экраном горилла глаз такой я буду пользоваться чела поэтому мне реально важно чтобы там экран не сильно царапался вот так дальше следующие планшеты панасоник то впад а1 и b1 планшеты грязи не боятся панасоник решил все-таки оторвать от своего ноутбука экран и выпустить в авиатуру а ну там на экран стоить это эта вещь будет 1300 долларов сразу начал начался такой трейд трейдик размышлять ой за что это денег и что это дополнительно там еще был вопрос кому вообще нужны планшеты защищенные кто эта категория людей знаете сколько стоит панасоник тавбук порядка 5000 долларов зато по танку геологи военные все сетях то есть это промышленный промышленный устройство стабу стоить дороже чем рассказывал что ты все время пользовался каким-то планшетным компьютером до работе пользовался защищенным ноутбуком пользовался защищенным то есть как бы это очень здорово ну дорого дальше наконец-то наконец-то выпуск не прошел зря очередной флагман а вот титан это это предыдущая неделя флагман это по моему предыдущая неделя это уже устаревшая модель в прошлой неделе мы про нее говорили давай смотри еще это что на тегре может стать первым четырехядерным смартфоном на базе где-то грабли на постановку как-то не флагман он видит игра три четыре ядра но едва ядра наш можно положить астон будет на ядрах стоять с ядрами дизайн традиционный дизайн остеешься можно сказать я для даже обычный это просто новость ребят это новость одной строкой дальше htc готовит свой самый тонкий смартфон sense 4.0 он готовит флагман следующий андроид скрим сэндвич очень прикольно кстати на каком-то ресурсе прочитал список анонсировал модели которые будут анонсированы в этом году htc не читал там реально три строки названий очень много всего почему все нормально честно я уже запутался во всех этих эйджик сенсейшенах сэнсэшен и гэнд вот сенсейшен xl как был представлен на этой неделе смартфон прикольная большая смартфоне на хорошим звуком скоро увидите обзор нашего александра иванка так давайте перейдем на такие вещи которых я не сильно понимаю нормальным вещам уже нансировал тонкий ноутбук по 330 с гибридной системы хранения данных чем он хороший это будет ревашка с дисплеем все то есть можно дальше не рассуждать то есть не знаю насколько компания будет называть его ультрабуком но он тонкий у него очень-очень тоненько ты насколько тонкая у него рамка дисплея реально это будет ревашка в размере вот мы между 96 и 13 она будет очень компактно вот именно в плане габаритов айпес экран это просто великолепно ну да не это не единственного консу как помнишь у которого будет и песом они там серию целую запланировали и рекомендованная цена заявлена на уровне 1220 долларов нужно не ультрабук уже почему 1000 ну что они подожди ультрабук идет о том что разговор о том что начальная хоть какая-то модель должна стоить там на корой третьем без винчестера без операционки без всего понимаешь стоит 999 долларов и и даже нет магазинах она не продается то есть она только есть она сайте визит что она бывает такая вот 1200 долларов это не так-то много народ модель оценивается которая слева стоит лучше да ну так дешево вам эта модель не обойдется поэтому отпускаем слюни дальше и хотел бы завершить блок новостей про железо очень хорошей правильной новостью компания недек восстанавливает производство моторов для hdd как знаете у нас если вы посещаете странички hotline в частности раздела винчестера если вы воздал нужен винчестер вы знаете что со ценой стало все плохо знаете как выглядит этот график вот если вы надеетесь что он сделает обратно после того как они восстановили производство моторов для hdd не надеетесь это будет не так скоро какой-то период должен прийти там уже понимаем ну есть какой-то зазор между поставки все дела как бы ну опять таки не стоит забывать что цена один раз поднявшись уже очень не хочет падать это уже не проблема производителя проблема продавцов вы должны понимать что очень нравится должны понимать что объективных причин для дальнейшего там подражания или нет нет то есть как просто подождите если не мог если можете то подождите это будет хорошо так отличная позитивная новость плюс 30 плюс сто пятьсот мы переходим к следующему блоку следующий блок нашего веселого неожиданно веселого в этот раз блога чем я так что с тобой я взбодрился я взбодрился мне вчера принесли ингалятор так здорово да очень хорошим для горла вот адоб прекращает дальнейшую разработку мобильного флеш плагина ваш плагин для браузеров ну ну на самом нет как бы не веселая тут может подать из так до мнения может она полна разделиться наконец-то же говорил кому нужно это глючное непонятно что садящая батарею ты не считаешь на непонятное не глючное все очень просто я пользуюсь айпэдом планшета где его нет уже полтора года я не испытывал абсолютно никаких на самом деле это не чувствую себя ущемлен отказ от поддержки мобильного флеша это проблема не айоса а проблема андроида где очень много игр было поддержкой флеша возможность играть на игры на сайтах в этом плане тот же congregate у него база игр в десятки тысяч слушать реальных проектов которые под на флэше работа просвети меня слушая на интересные игрушки на флэше есть очень интересный серьезно многие игрушки которые ты на иосе знаешь они есть его флешевом варианте не изначально в нем появляются а потом уже портировались до что я думал для меня как будут идти в игрушки на флэш это непонятно такая штука там наш на там очень часто ворочиной с трехмерной графикой то есть там там все хорошо да ну как вот она вот она что вот она на самом деле это огромная индустрия и отказ поддержки мобильного флэш плагина очень сильно по нему дали подожди она чтим или пятом она будет работать или нет но это надо переписывать естественно по 5 html флэша вот хотя конечно крупный портал от уже конгрегает сказал что они знали в принципе они готовились к этому не понимали что флэш долго не протянет вот но тем не менее буду сейчас переделать ну как бы грустняво мне на самом деле как бы я никакого злорадства по поводу того что он голоса не испытываю это был опять таки выбор выбор джобса выбор компания план не реализовывать эту поддержку на на самом планшете ты еще кто-то сначала был выбор apple потом выбор насколько я помню microsoft of восьмерки на мобильные в метро версии восьмерки да вот и вот видишь так сказать вот рынок то есть как бы ну да как она бы не сопротивлялась все-таки пришлось там надеюсь дальше следующая новость через одну по моему следующее следующее адобе может свернуть поддержку и настольного флэша да то есть эпоха флэша заканчивается реально все приходят на чтим р 5 его поддержка есть во всех современных браузерах и все отлично работает замечательно не можно делать штуки легкие быстро про просто тренд короче если вы не дай бог учитесь на программиста вы понимаете пары на какие пары надо ходить уливать на какие пары не надо ходить еще одна новость тоже в том же ключе microsoft может платить дальнейшую здесь silver light как дышал заголовки тебе нравится смотри может вы можете вернуть может быть а может не прекратить если врата я вообще не пользовался один раз его поставил когда-то на самом деле это мог и не знать что ты пользовался не пользовался некоторые сайтах он стоит и подожди я качал специально плагин а потом его удалил так что я точно знал что я им пользуюсь ладно на сайта макрософт не ходишь вообще нет зачем по работе надо то есть дал практически какая у меня работа с майкрософтом такой ладно silver light они планировали использовать насколько я помню и в консолях своих в тех же телефонах и так далее то есть были куча конференций разработчиков если лайт они еще его продвигали ноги будет очень интересная продвинутая неожиданно не будет скоро не кино не театра одно сплошное телевидение не спасло html5 да ребят ну такое через пять лет будет совершенно что-то новое придумано html6 вот этого ты пугает а чё тебя пугает господи тебя тебя эти можно испугать или меня читатели пишут что все меня пугает в каждом двенадцать лет как бы я тебе расскажу сергей почему потому что мы готовимся с последний номер домашнего пока натуре решили положить архив ты хочешь об этом поговорить архив архив домашнего пока вы за 13 лет помнишь фраза ты хочешь об этом поговорить на вашу фразу американского психолога не знаю на самом деле просто хотел сказать попросу о том что через пару лет бы что-то новое мы хотели положить архив дпк за все годы и у нас сохранилась часть файлов мы нашли таки потерянных из 2001 2000 на зеленые второго года оказалось что он формате пейджмейкера и уже не читается современными адобовым дизайнами либо читается таким количеством ошибок что в итоге нам пришлось пять лет журнала отсканировать просто том что будет что новое а с поддержка старых форматов исчезнет отсканировать и записать на сиденье диски которые тоже три года протянуты вот нет он был записан на сидит дисках которых с большим трудом читались кстати вот так что перепроверьте свои архивы прямо сейчас лучше перепишите их на венчастера и каждые три-четыре которые очень который очень дорого что перепишите и переписывать их на следующем на самом деле это дешевле чем держать его на диск на понял ладно а ну да дорого смысле в смысле дорого сейчас поехали дальше давай интерес интересно что до провелось интересно в чем суть я почитал мне очень право такой классный парень мне он напоминает шелдона из их теории большого взрыва такой же трой скрыто тролльный взгляд вот в чем суть суть в том что нашелся хакер не просто хакера чего не нашелся он давно уже есть он дал родился до вырос уже давно на мае тайос любят это дело да 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 работал раньше бывший аналитик управления национальной безопасности в чем суть как он нашел дырку он обратил внимание на то что воев 5 то есть дыра появилась воев 5 до этого и не было искать почему-то начал работать еще значительно острее браузера и а подожди а порядка рассказываю с 5 35 начала быстрее работать и странички начал быстрее работал мой читать байк раз хорош этом тем кто не читал давайте кому еще не рассказывал вот он обратил на это внимание ну как бы зная разбираюсь досконально в этой системе он знал что уже в 4 3 версии быстродействие поднял было понятно до практически до предела аппарата то есть увеличение скорости как он предположил был был с тем что браузер браузер стала работать системой на более низком уровне то есть он получил больше прав до что потенциально дает больше дырок в системе он эту дырку нашел причем он поступил вот как по мне очень элегантно он это элегантность ему 100 этот практически троян понимаешь когда люди открывают ворота впускают себе в город обычного деревянного коня а внутри коня есть какое-то что-то нехорошее утрая он разместил в appstore и приложение которое было вполне безобидным помощь стоковый рынок да ну анализировала анализ акций вот но она позволяла управляться с его собственного компьютера вот загружал там несколько файлов что уже не контролировала айос после чего позволяла получить доступ то есть он данным он мог удаленно там перезагрузить ваш смартфон посмотреть ваши фоточки любимые поскачать ваши контакты там написать что нехорошие смс как честный хакер он сообщил об этом apple после чего и полска страшно обиделась ну мы же не знаю насколько они обиделись на самом деле насколько страшного в итоге и исключили из программы девелоперов да и закрыли ему так понял доступ в ios на выкладывание новых приложений потому что он нарушил нарушил да ну из благих побуждений на вот нарушил и теперь следующие уязвенности он искать не сможет каким образом как ты считаешь кто прав кто не прав не ну данном случае по как-то очень уж зло отреагировала хотя конечно он нарушил юлу начала должна его гладить подожди по голове за что он помог им найти дырку и не же не воспользовался и показал он подверг подверг пользователей и кпш пашу и пропиарился это он правил он сделал правильно apple тоже сделано правильно все всех как все хорошо он себе сделал как бы в плату презентация заплатка кпл как айоса было же думаешь это с этим связано возможно эту дырку закрыли очень даже может вчера все пользователи айоса могли попробовать обновление по воздуху да кто самое обещанное отлично сработало по моему ничего не надо делать говоришь обновить кладешь планшетик забираешь его уже обновлен что там было там появилось если с нас лорит австралийцы можете порадоваться теперь в сире будет вас ваш акцент понимает намного лучше во-вторых вроде бы пофиксили проблемы атланцев не выпустил нет следующем почти вроде бы пофиксили проблему с батарейкой но сегодня очень редкую эту проблему сегодня утром опять-таки были бы пользователи сжаловались опять-таки что ничего не изменилось по-прежнему все очень плохо вот ну и самое главное как лично для меня то что в первом айпаде заработали жесты если вы точно даже как я не смогли их найти закладки основные есть галок ползуночек подвигаете вправо и получается поддержка жест жесты очень простые вы в запущенных приложениях четырьмя или пяти пальцами листаете влево вправо то есть те приложения которые связаны на на доке там даже переключили что не переключаться но не все приложения понимают что как бы приключение попытаться загрузить данного это первый жест второй жест четырьмя пальцами вверх вы двигаете по экрану и запускаете то есть как раньше чтобы узнать эту панель запущенное приложение надо было двойной двойной щелчок на кнопки до делаете движение вверх и самое прикольное как у меня это выход из приложения вот жестом творожди сюда делать это как на приложении вы уходите на рабочий стол очень припоказано стать недавно возможность управлять сенсорными кранами не дотрагиваясь до них вот с этими жестами это будет вообще хорошо то есть кнопка home практически то есть для чего ты используешь кнопку home для вызова да то есть они пока вы сейчас крисота снимаю только сейчас да вот только сейчас получается что кнопка home нужно она уже не нужна получается перезагрузка длинная длина удержания кнопки включения у тебя перезагрузка будет то что для чего спорта скопахом уже она мне кстати всегда было интересно сколько двойных щелчков выдержит эта кнопка ну пока полет нормально посмотрим так дальше давай google начала восприниматель интеллектуального помощника apple сири в качестве угрозы своему поисковому я сказал бы эрик шмидт стал воспринимать дурацко но на самом деле от я так и не понял мне такое чувство что не совсем корректно перевели и не совсем корректно поняли чем сказал вот смотри строка председатель компании google эрик шмидт заявил антимонопольному подкомитету что интеллектуальный помощник сири представляет свою потенциальную угрозу в доказательство он процитировал две публикации которые функция распознавания называлась убийцей google а чувак не захотел процитировать сто пятьсот публикаций которых вообще говорилось там убийца ipad например ну-ка как-то как-то странно в принципе я не видел оригинала новость это с одной стороны тут интересная фраза подождет заявил антимонопольному какомитету сша да то есть выглядело так что ему надо было отмазать google как монополисты вот он завел нет вот еще что сирия так сказать еще он привел microsoft bing yahoo яндекс там китайскую систему поиска короче клаш он что они не монополисты мы не только мы ищем так что все нормально короче страна новость не хочу про него опять-таки шмидт следующая новость сообщил что motorola mobility не получит какие-то преференции при качать после окончания сделки по и покупке то что мы обсуждали в самом начале мы какой-то дам true face кстати очень похожи на картинке на такое не получат нет вас она есть но не получит мы дадим об серии но не дадим оригинал дальше опять или что шо ж такое он решет на этой неделе проект android был запущен до iphone это к вопросу о том что всегда обвиняют android как копирующих iphone и даже job своей биографии сказал что он разрушит этот android потому что его достало что он все копирует если вы помните в свое время с белым гейтсом у него был аналогичный спор по поводу макоса тогда еще не макоса как же называется во времена макинтоша макинтош ос не помню макинтош ос который скопировали windows да и вот теперь ситуация повторяется джобс был очень зол своей биографии сказал что он устроит настоящую войну термоядерную с андроидом кстати вот эти патентные споры то это вот эти вот отголоски этой самой термоядерной войны и обиды джобса вот тут смит шмит сообщил что нет мы начали много раньше эндрю рубин еще раз в детстве в детстве детский садик ходил уже замышлял систем android android у меня будет англо и совершенно ни при чем здесь никакие айос он был злой на воспитательницу и говорит все вот вырасту и придумать телефон страшно глючный чтобы он батарейку жрал за полдня и подарил учительница свои отомстил за что ты так не любишь android очень сильно люблю android хочу себе кстати трансформер prime попользоваться я хочу попробовать на тот же файр третьем тегре все-таки игрушки игрушки они кстати вот у apple hd для планшетов а для у тегры the hd да тегра hd я кстати включил список того что хочу купить приставку правда еще не знаю какую список о котором говорит сергей это в последнее время дпк будет такой материал где каждый из редакторов расскажет свои мечты и пожелания лучшие продукты топ-10 каждому дали по 10 штук всего 10 плашек куда можно писать продукт у меня по моему получилось 7 которая есть и 3 которая хочу или там 6 на 4 даже не помню почитать их кто о чем мечтает очень интересно будет и думал почитать так ну мы от всего этого хорошего и кашмита от всего хорошего приходит еще более хорошим ребята вот этот это то ради чего вы досмотрели до 40 минут нашего видеоблога смотрите мтс украина начнет взимать 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 оплату за отправку уведомления доставки в минус 225 рекорд господа идем по моему рекорд слушай вот эти вот два голоса плюс или сколько там 6 голоса плюс это пиарщики на мтс это пиарщики мтс явно потому что кошмар какой-то в чем суть давай данная новость для минусования мтс подожди то ли кто будет добрым полицейского то будет злым полицейским рассказывает и потому что я не злой на них потому я не пользуюсь мтс хорошо смотрите в чем суть все вы знаете что есть такая функция в телефонах до управлять смс-ку для того чтобы убедиться о том что что она получена том что она получена подожди время доставки это когда ее открывает человек приходит уведомление для того чтобы убедиться в том что прочитали смс вы получаете ни разу не пользовался этой функции я думаю я одновремя пользовался когда я сделал командировки когда мне действительно было важно то есть ушла если она скорее ушла то есть я должен был знать прочитал человека или нет то есть я когда-то пользовался плана перестал пользоваться прикольно быть для нее включил автоматически автоматически отсылать нас гулять отключаться с меню телефона оператор отключить этого не может так мтс выпустил свои телефоны так сказать пистолетный план не в чем в чем суть опять таки компания говорит что вот этот эти отчета доставки очень сильно перегружают их сервера и как бы так как людьми не пользуются сервера перегружаться то давайте мы введем плату тем самым компания пытается вынудить пользователи и люди не пользуются на сервера уже перегружаются то есть как-то не в смысле окнули вас требует они пользуются но она им не нужна человек человеку человеку не надо знать что сообщение доставлены случайно включают она помогу в многих телефонах она по умолчанию стоит насколько я понимаю вообще вообще да или до фото настроил включил вот они говорят что для того чтобы снизить нагрузку на сервера мы просто берем плане цена вопроса это дело принципа это не делать вот дело принципа что киевстар перевел телефон моей жены автоматически на другой тариф который просто отвратительный господа киевстаре по сравнению со старым как-то ты подожди мы сейчас на мтс киевстар поехали ты забыл кто нам проплатил денег в этот раз ты как-то киевстар поплатил да ты берешь тариф мне все равно не нравится господа давайте я проведу такую аналогию очень простую называется принцип бесплатного кулечка у нас супермаркете возле дома одно время изначально эти одноразовые кульки для того чтобы там запаковать какие-то яблоки там до запаковать там какой-то не на там сыпучий товар но маленькие до маленькие они были бесплатно деньги послушаем когда они были бесплатно в любой корзине который ты там брал ну лежала жанру стулья жалкую куча этих муков кульки там блин на стоянке перед магазином эти кульки летали как паруса и было очень много народ их использовал как бы вот так потом в одно время взяли велите я еще хочу не хочу сказать про ваш район что у нас эти кульки тоже были никто их не разбрасывал собрали сколько надо себя отрывали складывали столбу уборщики лучше работает вот когда когда продукт бесплатный его используют понимаешь не ценят не ценю вообще когда сделали кулек плотнее лучше и вообще там со всех сторон лучше сделали там по 5 копеек вот люди стали задумываться или действительно убрать да когда человек в чеке внутри там 100 гривен бутылка коньяка там 200 гривен там что-то еще там и 5 копеек кулёк да не что я не возьму лишь на 3 копейки вот и вот и самая помню три копейки тот же кулёк положительно они теперь то есть оценивать новость плюс отличие от наших пользователей между нами девочки говоря это мелкое жлобство вот со стороны мтс естественно но во первых она заработать денег на том кто не сможет отключить наши если ты зашел для тебя это дело 5 5 секунд ты зашел ах деньги берете зашел отключил все для какой-то бабушки у которой там снуки пополняют счет удаленно там по портмоне перевел денежку и все она будет эти деньги платить возможно именно эсмсками общается они разговорами то есть это уже плохо самое смешное знаю что то что деньги будут будут браться даже за пакетные смс то есть грубо говоря ты купил пакет но стоит смс когда они тебя бесплатные смс будет бесплатно будет по три копеечки платить хорошо нет ничего более дорогого чем бесплатно вынь да положь называют то есть ну то такое позитивная новость поехали дальше подожди еще еще очень интересно когда пиарщики мтс пытались в социальных сетях защититься они говорили да чё вы на нас вообще гоните все вы посмотрите через пару недель то же самое ведут другие операторы а вот другие операторы говорят компаниях киев старый остелит заявили что пока не собираются вводить плату за отправку уведомление доставки смс-сообщений вот так так же не нашли способ пиариться на неправильном шаге мы купили попкорн мы следим за развитием событий нам очень интересно чем же все кончится дальше украинская лицензия на 4g может уйти в открытый мир открытый мир это все тот же проект по расскажи да я не хочу рассказать мне мне это мир мне не нравится вся эта идея насильного впихивания детям устройства и интервью зация школы все отлично вчера просто у нас было в школе собрания и пришли замечательные товарищи из покетбука я дам вам привет вот извите впаривать другого слова просто извините не нахожу ты не вскочил и не сказал булшит меня не было там к сожалению была моя жена жалко вот но иного слова как впаривать я просто найти не могу свою электронную книгу замечательную за три тысячи господа гривен подожди давай немножко успокойся все хорошо они предлагают чтобы каждый родитель 3000 конечно заплатил и получил книгу и говорят у нас все учебники есть она просто типа господа какие учебники у вас конкретно для 6 класса есть мы они говорят мы не готовы пока что ответить на этот вопрос и но все все возможно да где-то там у нас есть нет учебников большинства нет цветных тем более нет господа к покетбуком 902 серии есть вопрос 912 серия не веришь все вопросы исчезла самый самый первый самый три тысячи гривен цену на кинду посмотрите пожалуйста конечно понимаешь размеры как он меньше но самый простой вопрос ребят стеклянная подложка то что что сделала роснано там хоть как-то да то есть там они пытались показать тест который там один школьник бьет другого по голове и голова в кровь как бы книжка целая книжка-то отлично книжка целая понимаешь книжка-то целая эти дети любят труду книжкой по голове бить и бумажная книжка из безопасности это плохо нельзя по голове бить друг другу ну нельзя оттупить короче господа вопросов к электронному учебнику больше чем ответов и сам если что они пришли защите это все рассказывать и показывать как это отличная как это удобно как это прогрессивно и так далее в школе где все дети имеют айпэды и ходят с ними в школу не сказать как классно с книжкой можно будет ходить а подожди а потом разрешат пользоваться на уроке да да ну то есть не ну как бы не совсем на уроке но если там есть необходимости учебник на ипаде посмотри что прикольно свете на шпаргалках незаметно достать шуфаргалка положит на метне на на контроле конечно не позволяет вот уж и так как много интересного в реальной жизни по происходит там почему-то не ходили чем ашер это наш хоть у нас школа и модная но они не ходят почему приходили вчера смешно все это кто приходил интересно какие-то пиарщики какие-то пиарщики к сожалению моя жена не знает лично визитки визитки не раздавали какие-то не раздавали побоялись после того как классик так весело встретил не спалились на кушать лично просто так что не хочу комментировать открытый мир потому что все это два не может на воду дала я вода немножко про суть суть в том что 4g лицензия современную наши локальные операторы мобильной связи так долго ждали получения лицензии на 3g что уже время подошло реализовывать 4g стежи вы помните как была ситуация укротельком у ее продали для того чтобы увеличить инвестиционную привлекательность чтобы потом продать купить опять поэтому дороже тоже самое происходит в 4g просто вместо укротелькома нашли другую компанию которая которая собирается про инвестировать 47 миллиарда гривен из которых 35 это средства частных инвесторов тупо распил денег идет вот вообще 4g мы ребят не увидим вообще наверно никогда 5g ждем 5g все вот представляете вот допустим хорошо допустим все-то не найдут эти три с половиной миллиарда все будет хорошо открытый свит 4g и вы такой приходите дому со своим айфоном 7 а вам сынок говорит там или дочка говорит папа у тебя какой интернет такой 3g а у меня 4g все понимаешь работать будет только в открытом свите и все будете как лох а ребенок будет в 4g ходить дальше порадуйся за детей отлично дети это наше будущее дальше ой-ой-ой так это по-моему у вас капитан очевидность ее можно открыть и закрыть ребята где вы видели платные услуги покажите мне хоть один легальный работающий украине сервис по покупке все подожди все они утверждают что да они реально запустили эту программу то есть реально можно выйти на эксуа и скачать я не ходил так и радость не могу сказать не могу тебе ответить на это просто какой-то я знаю платит за доступ к пиратским серверам и считаю что это совершенно нормально не только нашим и западным например подожди что ты имеешь ввиду за что можно платить тот вот российский сервер который позавит в однайне тоже посматривать кинозал нет не кинозал ай-ай веру да там есть абонентская плата за доступ типа как это хорошо каталогизированные дали базе пиратских сериалов которым устроить прям в отлайне ребят я бы я не знаю действительно почему нетфликс может сделать почему тот же айтюнс может продавать там допустим песню в 99 центов да кстати к вопросу о бесплатном потреблении контента в интернете и так далее это не совсем интернет контент но steam наверно систему конечно вот и недавно наш ее поломали за вас была шутба забирали на баллами и и поломали поломали с форума стимовские вот и получили доступ к некоторым зашифрованным данным вот проверил гендаристы проверил визитку еще не проверил кредит вроде какой кто к форуму рекомендовали сми парали суть не в этом суть в том что к просто о том что россияне и жители снг не любят платить за контент steam сообщает что сейчас русскоязычная часть пользователей составляет вторую по покупательной способности для стима подожди ли ты не ты не немножко не то сравниваешь ты сравниваешь геймеров геймеры в принципе готовы платить за игрушки деньги да ну он да очень и подожди еще недавно это было совсем не так я понимаю да ну то есть тут в принципе как бы ты готов даже если ты пиратскую игрушку на диске покупаешь то все равно платишь какие-то деньги у тебя психология работает нормально ты заплатил деньги ты пошел купил я поняла что можно скачать пиратку там не вопрос но просто как бы люди к этому более привычные геймеры тратят деньги на игры так в интернете ты не платишь там на всякие сервисы не знаю вот википедия пусть скоро собирать средства собирают никакая разница на меня эти глаза не действует просто пользу поводу туга и поводу предпочтать за нее платить подожди для бесплатного потребления контента все платный потребление контента почему нетфликс может за 10 долларов в месяц демонстрирует тебя там любое количество фильмов которые ты хочешь посмотреть молодцы на фликс почему у нас этого сделать нужно платить не будут как это нибудь я буду 10 долларов ну ты будешь я буду остальные будут господа вы будете платить а причем здесь мы зачем массовость пусть платит кто-то чтобы колокализировать сервис надо я на английском буду нормально читать тем не менее по по нашему законодательству и по принципам всех больших компаний надо локализировать сервис 1 2 разместить сервера здесь а не там для быстрого доступа и так далее для стриминга что стоит денег и не было может это в латвии поставить они не будут строить это и вкладывать средства если не будет покупать не ту страну назвали гондур кстати по поводу гондураса еще одна новость в прошлый раз мы обсуждали новость про машину пропстор пропстор ну который что вроде бы будет запущен в украине гондурасе нет ребят не запустили все не так просто мы даже убрали эту новость сайта на самом-то деле после нескольких истеричных звонков компания apple тебя звонит нет и компания полы не мне но суть в том что немножко мы приняли желаем это действительно хотелось бы конечно то есть есть у компания island есть такая петиция подписанная там многими тысячами лай-вай-вайте а потом дайте об стороны вот компания land решила еще раз дополнительно пропиарить как бы вот эту инициативу и просто вынесла ее еще раз наверх информационного потока и мы как бы ее восприняли да они ее и подали как то что вроде бы будет на самом деле ничего толком еще нету но в итоге их обещать что попросили снять означает что apple заметил все таки ну да давай перейдем последние наши новости блока в украине до собачка убегает с рынка нашего собачка евросеть я понял что это грустно ну наверное я телефон не покупаю в салонах что ж такое то я тоже не пользуюсь этой компанией но точке я видел во многих местах и вроде как она очень популярная была с чем связано почему уходят потому что нету не договорились нормально системы откатов все салоны связи работают чуть-чуть но салоны не исчезнут полностью то вот уже написано что их место заняло сеть рингу не подожди фон и салон исчезнут евросети но в тех же помещениях откроется салон других тех же сотрудниками причем как горе всего да с меня поменяют брендирование все будет хорошо катерингу я видел уже пару раз так ладно для того чтобы не завершать наш выпуск на этой довольно грустной ноте мы перейдем последнему блоку блок гаджеты кто немножко повеселимся надеюсь больше гаджеты как и обещал судей слова роботом и самый один из самых клёвых гаджетов этого выпуска робот а зима вот как только что посвятил на сергея косом в честь айзека зимова нашим соотечественника назван ребят если вы пропустили это видео обязательно пошло поставьте потратьте время посмотрите это видео потому что там реально этот роботы ждет жжет по фрите как он белосусы да у чего чё под подозревать он медленно так ходил до него на выгреете на по поставлю второй моторчик ноги теперь он бегает нормально батарейку заменили прыгает он прыгает на на двух ногах прыгает на одной ноге представляешь на дуношке прыгают бегает передом задом наливают водичку вообще короче он таки такие там вещи творит и когда увидел реально просто роботы нас поработят там еще робот-космонавт его скоро объединят лунная походка фаре опа 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 давай еще батарейка у него только большая единственно что в этом вранцы вранс попрыгать на дуно его слушай да отлично еще очень понравилось как он наливал воду стреком будет воду наливать поворачивать голову в сторону руки класс и взял добавили в добавили сенсоры в пальцы то есть как бы и сенсоры усилий то есть он как бы понимает насколько он может брать это штука пластика стаканчик бумажный то есть он может взять реально стаканчик не раздавить его понять да не раздавить то что может с вами поздороваться не сломав руку это уже здорово первая модель этого дела знаете почему почему не шлем закрыто лицо то чтобы дом камеры да то чтобы не было видно как улыбка стекала и сам деле стик просто взяли стигаюсь опа и наливает просто великолеп отлично отлично мне больше за понравилось 1 1 же комментарий по моему там среды не сидеть маленькие подвись реально самое простое объяснение хорошая фотка такая дело все классно все будет клево отлично здесь со всего 48 кило блинки нормально так следующая новость про полароид тем кто страдал от этого от того что полирует исчез этого трэша может купить себе новый почему трэша винтажная винтажная хипстерская штука да кстати очень здорово не пользуйтесь своим инстаграммом купите нормально получите хардверную копию выгодов поперла в последний блок кто-то спрашивает почему фотографии не квадратные изначально же он квадратный новом там еще это тоже квадратный нет я так понимаю что прямо более более прямоугольный прикол в том что сама краска слои краски нанесены на саму бумагу так там принтер или как раньше химические вещества химические вещества на трусить до стоимость самого камера стоит 300 долларов набора бумаги с этой краской обычно могу считать не будет еще раз повторяю стоит где 20 долларов всего 30 20 долларов пошутен недавно ребенку объяснял что раньше фотоаппарата количество кадров было ограничено поэтому вот не щелкали все подряд пленки дома нету много показать пленка долго думали прежде чем снять и как одну пленку растягивали на 3-4 прогулки чтобы потом все это проявить вместе площадь хорошие фотографии так вот этот вот полироид возвращает те времена вот только там 30 кадров за 20 баксов классная штука просто по моему отлично супер дальше позитивно это образе и опять же не как он неудобный же как как бинокль тоже на штуках штампку дальше а им вот еще одна винтажная штука часы сошли про системы android выглядит как этот punch walk а ты выглядит он извини как вот эта штука который у нас было который убить можно ну короче android 1-6 так как android 1 и 6 тут совершенно понятно какое время раб на на накатали часовую программу на нан elegant а на последнюю часть население ты меня между то стоимость 300 долларов сша в титановом корпусе 500 долларов кошмар мне больше все убило время автономной работы совместим с iphone 4 как он с ним совместим парацет и смартфонами на базе android емкости аккумулятора 450 миллиампер час достаточно для двух дней работы устройства режиме ожидания и которые трех часов режиме спикерфона просто супер телефон ну да там по bluetooth у себя на смс очки показывать просто часы он показывает там все компаньон чип компаньон до 2 минус 28 оценивает наши читатели ту замечательную новость минус 29 ребят я с вами дальше олег специально для тебя новость игровая мышь mad cats cyborg mmo 7 это обновленная игровая мышь mad cats у нас на него наступили перед тем ты пропустил обзор этой мыши между почему многие читатели какая-то мы игра что это там мышь которую они ждали потому что можно настроить под любую ладонь любую функциональность вот здесь и добавили кнопок на боковой площадке под под правый палец добавили кнопок который можно настраивать любому на много функций вот это тот же фреймар сварить кофе 7 есть функция есть с дополнительными кнопками надеюсь у нас доедет мы обязательно посмотрим хорошо я приду к тому что ближе мне синаптик разработала новая трекпада с поддержкой мультитач тоже обязательно посмотрите видео всего три минуты реально демонстрация мне очень понравилось то есть что показывают вот сам тачпад получается работает как то есть для ноутбука в восьмеркой но не сенсорным экраном этот тачпад можно использовать как экран то есть допустим для того чтобы панельку вести сбоку ты не по экрану поле отбоку проводишь по полу но это неудобно восьмерка не предназначен от метра с 100 это не так удобно но вот это кстати очень прикольная демонстрация смотри он играет на планшете смотри играет как на пианино то есть кнопки нажимает так но это следующий следующий шаг для такого тачпада что он делает дальше смотри то есть он на одной части экрана он играет в ваших сторон рисует то есть следующая следующая тогда так развитие тачпадов сделать их во всю ширину панели без на может быть потому что просто ну типа ты знаешь уже счастливы панель для того никак вообще не уделяю заподлицо да заподлицо такой сделать пользователям обучить после того заподлица учить им шесты способен запомнить по моему максимум 7 жестов среди вещей вообще человек может среди статистический человек не может запомнить 20 жестов дальше там такая классная новость про телевизор и 3d я не хотел про него но она кажется капитан очевидность но это то о чем мы давно говорили что господа не все хотят покупать 3d телевизор ну подожди если он будет стоить немного дороже то я когда буду обновлять телевизор в принципе если допустим 3d телевизор будет стоить там на 100 долларов всего дороже чем такая же была без него я скорее всего возьму я заплачу за 1 недавно нужен за перспективу хоть мне под покупкой куда ты старый я его вернул обратно вернулся покупка несколько у меня не удалось но я на предложение купите телевизор с smart tv из 3d причем можно было купить не намного дороже я сказал не спасибо всем этим функциями пользоваться не буду ни в нашей стране не с тем количеством 3d контента этот опрос еще раз это подтверждает далеко точнее большинство пользователей не хотят не 3d нет 100 процентов уверен смартфер почему вы не купите 3d тв в будущем году 40 процентов проблема в очках это 80 процентов я понимаю что конечно они будут пересекаться но вполне логично с очками не сами себя загнали неизвестно куда я предлагаю прийти к более интересному гаджету лучшему по моему в этом выпуске лучше выпуск до гаджет выпуска специальное звание да это та самая машина которую все знают по назад в будущем но теперь она уже будет на электродвигателе круто вот учитывая что недавно показали кроссовки nike которых сады не сама завязываются но тем не менее почти такие же в фильме недавно показали доску которая может ну это физики экспериментаторы сделали на сверхпроводниках вот она летает над желобом и они по приколу тоже не стояли так вот ехали как как в фильме на и теперь машина все набор есть пора машину времени делать получит ряд уникальных особенностей машину времени там конечно же не будет к сожалению зато будет на месте панели машины времени будет док под айфончик так 400 вольт питание 100 тысяч долларов цена 100 километров в час разгоняется за 5 секунд до 4 160 километров может на одной зарядки проехать ну такое для тех для фанатов фильма я считаю для достаточно обеспеченных фанатов фильма практически мастхэв я бы с удовольствием на такой машинке покатался крылья кстати интересно переснимут ли в 3d этот фильм ну не при снимут переконвертит ли его в 3d конвертации создает очень странные результаты при снятии уже не получится ну да старенький взять этого какую-то него там айфончик стоит смотрите тоже так я скажу вместо машины времени там установят айфончик так ну с новостями на сегодня все в этот раз форекс и получилось не очень весело не довисели сейчас почему вот ну не знаю осень витамины кушаете психические заболевания прогрессирует меланхолия тоже мы перейдем к чему два прорекламируем пару до материалов нашего сайта себя хороший так первый материал видео обзоры олег косич копил копил себе злость желание снимать видео обзоры потом как начало сжечь просто я не знаю еще лучше чем робота зима взял и отжег сразу взял видеокарту в руки с радостью не просто так он про это говорит вот один олег начал снимать видео обзоры очень здорово него получат он будет идти дальше отсюда такими же видео карты материнской платой надеемся большим те кто считает что не нечего показывать видео обзоре материнской платы или видеокарты вы жесток ошибаетесь смотрите наш обзор убедитесь с обратно дальше олег тоже те кто считает что не про что показывают кор conveyed олег сколько на сколько ты минут сняла обзор небольшой, здесь два коврика, на самом деле не хотел снимать, но коврики казались прикольными. Помяните на коврик, хорошо. Коврики казались прикольными, поэтому хотелось их показать и вроде как по отзывам я был удивлен, что всем понравилось. Так что ждите больше ковриков хороших и разных, их есть у нас. Ждите больше ковриков. Так, еще интересный материал вышел HTC Titan, видеообзор от Александра Ивановича. Флагман прошлой недели от HTC, на Windows Phone мы это отлично знаем, надо нам подсказывать. Но вы по 7, кстати, да, даже по скриншотик уж это вы по 7. Ну и так это знали. На самом деле я попробовал, аппарат прикольный, Windows Phone 7 мне всегда нравилось, хотя, конечно, лопата. Лопата лопатой. Еще один видеообзор будет на сайте тогда, когда вы будете смотреть видеоблог, то есть прямо перед видео. Еще больше лопата Samsung Galaxy Note. Я держал его в руках, крутил, достаточно интересная штука. Интересная, но большая. Телефоном его назвать уже нельзя, это планшет, маленький планшет, такой. Маленький планшет, хорошо. Ну или большой смартфон, да, маленький. Маленький смартфон, большой смартфон уже не катит, он даже больше, чем Iconia и не знаю, куда его положить. Там очень прикольный стилус, на самом деле, мне очень понравился, там Саша Бутер сказал про особенности. То есть, казалось бы, да, стилус для мк основного экрана, он должен работать на всех мк основных экранах, а нет. То есть он работает только с этим аппаратом. Мне понравилась к нему док-станция к этому девайсу. Там всяких аксессуаров много, очень прикольно. Прикольно, короче, штука, смотрите. Так, теперь по текстовым обзорам. Тот же Александр Иванок рассказал вам о спортфонах до 350 долларов, тоже интересный очень материал. Почитайте. Вот дешевая моделька, которую можно купить и порадовать себя перед Новым годом. Да. Следующий обзор Олег Кучеренко показывает вам, что он не только может снимать нас в видео обзоре, привет Олег, но может делать еще интерактивный обзор и сам. Нажмете, покрутите здесь экранчик, очень интересно все сделано. Вот такая вот штука. Дальше. Рейтинг самых востребованных планшетов Украины по версии Hotline.ua. Опять-таки, ребята, это второй материал подобного рода на нашем сайте. Опять многие говорят о том, что желтый заголовок, о том, что что-то они там не так. Нет. Читайте полностью все название. Рейтинг самых востребованных планшетов Украины по версии Hotline.ua. То же самое, что я не знаю. Рейтинг самых красивых девушек четвертого подъезда по версии... Марьяна Ивановна. Все. Марьяна Ивановна эксперт, как она считает, так и есть. То есть, вот мы брали данные в Hotline, понятно, мы не претендуем на стопроцентную. Есть он, есть он в последней инстанции. Но по нашим данным ситуация выглядит именно так. Многие... Наши данные просто охватывают большую часть рынка Украины. Айтишный как бы рынок, планшеты у нас очень хорошо представлены, как бы... И что? И заруливает у нас, как мы видим, Android до 250 долларов. Android 2X. Ну это такой вот у тебя. Я смотрю диаграммы твои. Нет, я смотрю не топ, я смотрю диаграммы. 61% это Android 2X китайские планшеты. 38% 10-дюймовые китайские планшеты на Android 2X и до 250 долларов. Дешевые 10-дюймовые китайские планшеты на Android 2X. Выбор Украины. Но при этом, извини меня, самый дешевый планшет в топе 20. Это случайно затесавшись туда Globex за 250 долларов. Все остальные там, ух, по ценам вот таким идут. И если почитать... Посмотреть любят все. Если почитать количество переходов на магазины, то примерно треть этих переходов по разным моделям айпадов идут. То есть... Радует, что Galaxy Tab на втором месте, а был на первом, кстати. Да? Ну хорошо. То есть, вот такое состояние с планшетами, как бы, ну, рекомендации какие? Рекомендации. Скажи мне, как это коррелируется с мировыми данными? Где Apple держит 70%, все остальные 30%, и у каждого малюсенькая доля в считанные проценты. Плохо коррелируется. Просто обычно, когда мировые данные показывают, они вот эти планшеты за 200 долларов китайские просто не учитывают. Да ладно. Ну, как правило. Ну, просто такого рынка большого у них нет. За пределами китайских. Они, как правило, смотри, они считают тот же Best Buy. Ты думаешь, Best Buy продает такой трэш? Best Buy не продает 100%? Я очень сильно, я очень сильно сомневаюсь. То есть, популярность их на странах подсоевского пространства намного выше, чем у них. У них не проблема. Они могут пойти купить себе там айпад, да, за 499. Они могут пойти себе купить HP на вебосе за 100 долларов, когда распродажа идет. То есть, у них рынок, в принципе, намного более цивилизованный. Они могут потратить, там, какой-нибудь HTC Flyer, помнишь? Тоже были скидки, на него можно было взять, там, чуть ли не за 300 долларов. Они найдут, куда потратить свои 200-300 долларов. У них Fire есть, у нас его нет. Не надо там трэш этот. То есть, ситуация вот такая. Смотрим, надеемся на что-то более другое. И последний материал, который мы хотим пропиарить, это Олег Касич. Intel Celeron G530 G440. Очень клевые, на самом деле, процессоры недорогие. Почему? Потому что это Celeron на Sandy Bridge уже. На новой архитектуре быстрые, холодные, недорогие. Выдержанные. Очень хотелось бы, чтобы на рынке была конкуренция, но то, что выглядит сейчас, AMD нечего противопоставить ни в этом сегменте, ни в сегменте High End. Бульдозер получился неудачным, не совсем удачным, не таким, как мы ждали. Так что вот, господа, господа в AMD. Читайте статью Олега Касича, покупайте недорогие Celeron. Читайте другие интересные статьи, которые были на нашем сайте. Мы с вами прощаемся. Желаем вам отлично провести выходные, поднять себе настроение. Тем более, что вышел Skyrim, вышел Modern Warfare 3. Вышли новые серии любимых сериалов. Battlefield 3. Кто смотрит, кто играет. Хороших вам выходных. До следующего раза. Не забывайте выходить из интернета. Пока. Не забудь меня представить. Хорошо, я помню. Я ехал на работу. Я обиженный следующее с прошлого раза. Я наехал на работу, сломал, думаю, блин, не забыть. Так, давай. Это не портит. У нас сами для этого и сделано. Знаешь, типа, хороших работников бьют лицом, берут за шкирку и бьют лицом об эту часть, а хороших работников бьют об эту часть. Высоких просто. Хороших. Видели Татулус, когда чувак, типа, рассказывал, какая-то новость была про стриптиз и диктор сидел такой, типа, с рукой под столом? Не видели? Нет. Ну, чувак, показывал новость про стриптиз, типа, сюжет. Потом он переключает на студию, он такой, рукой за столом, быстро, быстро. Ну, вот так нет. Вот так есть. А вот как нет? А вот как нет? Держать, что ли? Я тебе говорю, снимай все, чувак. Я тебе говорю, снимай все. Снимай все. Как сделать, пожалуйста, с этой частью. Заснуть куда-то, извиняюсь. Чувак, после трусов я не думал, что мы шутим. И иногда стонать. А-а-а-а-а. Джонни, спили мушку. Мне жутко неудобно. Скользко. Микрофон касается живота. И обидно. Мы вчера в школе задали задачку. Типа, у вас есть две банки – трехлитровые и пятилитровые. Как с помощью этих двух банок сделать четыре литра? Ну, отмерить четыре литра. Простая задача. Второй классу, чтобы им задавали. Да. Мы три варианта придумали. Мы. есть хуже прикол что типа воду нельзя выливать вот это вот хуже а там стойки подруга третья посуда есть а имеется а если я могу точно налить полбанки это считается или нет я могу допустим налить полбанки трехлитровый банды и литровый то получится два с половиной полтора это будет 4 литр ради бога как ты наш полбанки ровно заглаз чувак вот ты лоханулся есть простой способ налить полбанки точно на глаз какой налить силу банков логично но как ты отливаешь ты отливаешь по краю ты типа наклоняешь банка чтобы по диагонали она была с одной точки в другую я бы трону да да то есть по характеристикам эта модель претендует на звание да чтоб тебе специально там тут расходились заканчивайте орать трубку возьмите что же не там ходит восьми мегапиксельная камера на тыльной стороне один и да чтоб вам а да не ну что не расходились htc титан подкупает скоростью работы большим экраном то дисплеем большим htc титан наделен лучшими среди windows фон лучшими я лу я просто лучшими это первый смартфон htc оснащенный двумя камерами для съемки стереоскопических изображений видео для съемки все макри меню конечно есть чем чем обзор не снимать киева убрала зацени посмотри мама ставить волзы можно ли отбиться от хулиганов данным смартфоном встроенный кувалда встроенный лазерный меч 3d лазерный меч его видно только в 3d очках тарас не пиши таких предложений больших не пиши таких длинных дождь